Недавно, когда Израиль объявила желание провести наземную операцию и взять под свой контроль часть территории сектора Газы, европейцы предложили египтянам приютить на время у себя свыше 1 миллиона палестинцев, чем очень разозлили власти Египта, где уже проживает более 106 миллионов человек. Об этом сообщает издание Financial Times, приводя подробности происходящего и ссылаясь на слова одного высокопоставленного египетского чиновника, который откровенно поговорил с коллегой из Европы по данному поводу. Газета отмечает в своей публикации, что египтяне не желают видеть на территории своей страны сообщество проблемных людей, которые могут хотеть воевать с Израилем и тем самым приносить проблемы Египту, не заинтересованному в подобном. Экономика Египта также может негативно отреагировать на резкое появление такого количества людей. Источник подчеркнул, что египтяне очень-очень злые из-за попытки навязать им такое гигантское число беженцев. Более того, они пригрозили перенаправить палестинцев из сектора Газа в государство Евросоюза. И это также сделают прочие арабские страны. «Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека, вот и принимайте их», – прямо сказал египтянин европейцу, отвечая на возрастающее давление западных стран. Кроме того, в беседе египтянин логично заметил, что перспективы возвращения палестинцев на свои земли весьма туманны. Палестинские беженцы, выдавленные из мест постоянного проживания, уже десятилетиями находятся в Ливане и Иордании, подытоживается в материале британского СМИ. Нужно также добавить, что ни одно из ранее подписанных соглашений между Израилем, Египтом, палестинцами и Иорданией не предоставляло палестинским беженцам право на возвращение в Израиль. Также Израиль не несет никакой ответственности за создание проблемы беженцев, поэтому не выплачивает никаких компенсаций. Каждый раз, начиная с 1947 года, беженцы появлялись после серьезных восстаний, атак, палестинцев-арабов, которые всегда признавались на Западе зачинщиками конфликта. «Это красная линия, никаких больше палестинских беженцев ни в Иордании, ни в Египте», заявил 17 октября 2023 года король Иордании Абдалла II.